Сергей Козлов, добрый слон. 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 могут кончиться, и он замерзнет. И он незаметно для себя размечтался. Вот, мечтал ежик, кончатся у меня дровишки, и совсем станет холодно, и начну я замерзать. И об этом узнает слон в зоопарке. Он притворится спящим, а когда сторожа уснут, прибежит в лес, найдет мой домик, всунет хобот в трубу и станет тепло дышать. А я скажу, спасибо, слон, мне очень тепло. Пойди теперь погрей медвежонку, у него, наверное, тоже кончились дрова. И слон будет каждую ночь убегать из зоопарка и дышать в трубу мне, медвежонку и ослику. И мы не замерзнем. А морозы все лютели и лютели. И действительно, скоро у ежика совсем кончились дровишки. Он в последний раз крепко протопил печь, сложил на постель все одеяло, а сверху положил полушубок и валенки, потом залез под эту гору и стал ждать. Сначала ему было жарко, а потом, когда печь остыла, стало холодно. И с каждым часом становилось все холоднее. «Скорей бы пришел слон», – шептал ежик, свернувшись калачиком под одеялами. Он так замерз, что у него давно уже не попадал зуб на зуб. А слон все не приходил. «Слон», – звал ежик. «Я замерзаю. Приди, пожалуйста, слон». Ежик звал слона три дня и две ночи. А на третью ночь ему стало так тепло, что он даже сбросил с себя полушубок и валенки. Это в лес пришла оттепель. А ежику казалось, что это огромный добрый слон ходит меж сосен и дышит ему в трубу. «Слона» 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 «Слона»